Турция – это одна из самых востребованных туристических стран в мире среди наших соотечественников. Так, миллионы людей ежегодно приезжают со всех городов РФ, чтобы отдохнуть на пляжах Анталии и соседних городов, побродить по историческим местам Стамбула, посетить чудесные природные заповедники в Памуккале, сплавиться на надувных плотах по горным рекам и просто насладиться природными красотами и богатым культурным наследием этой страны. Турция впитала в себя культуру сразу двух стран, так как часть ее лежит в Европе, а вторая – в Азии. Конечно, карты и путеводители этой страны выпущены на многих языках мира, и русский здесь не исключение. Каждый турист, который купит или откроет в электронном виде карту Турции, например, со спутника, всегда сможет составить максимально интересный маршрут для себя и своей семьи. На любой политической, физической или спутниковой карте можно найти следующие интересные места и факты, где находится Турция. Страна практически со всех сторон омывается разными морями – с севера – черным, с юга – средиземным, с юга-запада – мраморным и егейским. Все наиболее интересные для посещения города расположены практически в разных краях страны – Стамбул, Анкара, Анталия, Измир и все они уникальны и прекрасны по своему. Древние памятники архитектуры, олицетворяющие смешение двух культур и религий, великолепные этнические базары контрастируют с современными зданиями и торговыми центрами. Совершив перелет в Анталию, путешественник может взять на прокат автомобиль и прокатиться по всему живописному побережью, через города Кимер, Алания, Сиде, Бадрум, Белик и другие, так как протяженность всего популярного среди русских туристов побережья не превышает 100 километров. В сердце страны находится знаменитый древний город Иераполис, а недалеко от него простирается уникальный природный парк Памуккале, и это чудо расположено всего чуть больше, чем в 200 километрах от Анталии. Любая интерактивная карта Турции содержит подробный перечень отелей на любой вкус и кошелек как для любителей экскурсионного отдыха, так и для пляжных туристов. Важно, любой путешественник сможет найти в этой стране то, что ему по вкусу, а легкость выбора добавляют многочисленные туроператоры и уличные экскурсионные компании, расположенные практически в каждом курортном городе страны. Карта Сицилии на русском языке «Карта достопримечательностей Турции» может показать, что страна с богатой историей и великолепным мягким климатом содержит интересные места практически в каждом уголке своих территорий. Однако, среди туристов бытует мнение, что наиболее освоенными и популярными являются именно курортные места, выходящие на протяженное побережье страны, но, разумеется, это не так. В следующем перечне представлены наиболее интересные для посещения места в стране, визитная карточка Турции на карте, это город Стамбул, расположенный по оба берега от пролива Босфор, разделяющего Европу и Азию. Неповторимый контраст двух культур в крупнейшем городе страны с населением почти 14 миллионов чел. Давно стал главной целью туристического паломничества в эту страну. Наилучшие места для посещения, расположенного в субтропиках населенного пункта, с апреля по май и с сентября по ноябрь. А наиболее известные достопримечательности, такие как Собор Святой Софии, Гранд Базар или Голубая мечеть никого не оставят равнодушными. В центральной части Турции, около города Невшихир, посреди национального парка Гюреми, расположился горный район Каппадокия, обитель первых христиан на земле, которые построили целые подземные города. Пещеры, вырытые нашими предками, превышали 50-70 метров в глубину, а суммарное население подземного города составляло около 10 тысяч жителей. За последние 20 лет практически каждый российский путешественник, посетивший Турцию, побывал на экскурсии в природном парке Памуккале. Каскад термальных источников, расположившихся в природных известковых ваннах, создают неповторимый пейзаж в жанре «фэнтези». Неподалеку же от парка туристы имеют возможность сделать уникальные фото на фоне полуразрушенного города Ярополиса. На самом востоке турецкой территории, в зоне армянского Нагорья, практически на границе с Арменией, расположилась знаменитая гора Арарат, представляющая собой потухший вулкан высотой более 5 километров. По древней легенде, ковчег Ноя после Великого потопа впервые причалил именно к верхушке этой горы. На берегу Игейского моря, в западной части страны, немного южнее из мира, с незапамятных времен находится древний город Эфес, переживший не одну эпоху на своем веку. А уникальный храм Артемиды, расположенный в его сердце давно является одним из семи чудес света. Еще один уникальный памятник античной цивилизации – это развалины древнего города Сиде, расположенные вдоль Средиземноморского побережья, всего в 75 километрах от Антальи. Вот уже более 20 лет этот курортный поселок стал центром археологических изысканий страны. В самой западной части страны, неподалеку от греческих островов, находится древний город Троя, вокруг которого функционирует национальный парк, а при входе в него можно увидеть копию знаменитого троянского коня. В горах Тавры, именуемый «зеленым» за свою живописность, отметка глади воды составляет 350 метров над уровнем моря, а глубина этого водоема, расположенного в расщелине между скалами, превышает в некоторых местах 100 метров. Уникальный микроклимат каньона делают экскурсию к его берегам невероятно популярной. Карта побережья Турции со стороны Средиземного моря. Наиболее известная достопримечательность для наших соотечественников, это Анталийское побережье, с его курортными городами, магазинами, ресторанами, развитой инфраструктурой и многочисленными отелями любой категории. Миллионы туристов не только из России, но и со всего мира ежегодно проводят здесь свои отпуска, способствуя развитию рекреационного бизнеса и улучшению качества обслуживания. Важно? Конечно, перечисленным списком набор достопримечательности этой замечательной страны не заканчивается, и полный список самых популярных мест для посещения любой путешественник может найти по приведенной ниже ссылке. Карта Корфу на русском языке с городами и курортами кроме общеизвестных исторических и природных достопримечательностей. Турция богата на рукотворные зоны для отдыха туристов всех возрастов, расположенных преимущественно в туристических местах государства, и вот некоторые из них, Анталия, самый популярный курорт страны, предлагающий путешественникам не только пляжный отдых, но и посещение таких удивительных мест, как Древнеримская Триумфальная Арка, живописный водопад Дудин, памятник Ататюрку, площадь Республики и другие уникальные места, которые можно увидеть во время обзорной экскурсии по городу. Алания – один из старейших курортов и одновременно древний город, чье основание датировано еще до нашей эры и представляет собой две основных территории – курортная зона и старые городские постройки вместе с многокилометровой оборонительной стеной. Сиде, считается самым жарким курортом в летнее время, и пребывание на нем скрашивают раскопки древнего античного города, упомянутого выше. Белик, не является городом, так как протяженное средиземноморское побережье занимают комфортные отельные комплекты популярных сетей, а также туристическая инфраструктура. Однако, всего в нескольких километрах от Белика туристы имеют возможность побывать на развалинах древнего города Пергея и полюбоваться античным амфитеатром Аспендос, а также погулять по заповеднику площадью более 500 г. Кимэр – также древний и необычайно красивый город, построенный на месте останков древних городов Олимпус и Фазелис, чьи руины сохранились до сих пор и передают они дух пиратских посиделок времен III века до нашей эры. Фитхие – самый чистый регион для отдыха туристов, расположенный в юго-западной части Турции, знаменитой своей природной зоны – Голубая лагуна, не уступающая по красоте курортам Мальдивских островов. А значительное отдаление промышленных зон делает это место самым экологически чистым в стране. Важно, все перечисленные зоны отдыха имеют высокоразвитую транспортную доступность, а тысячи правоохранителей оберегают покой туристов, позволяя им расслабиться и наслаждаться красотами страны и комфортным отдыхом на протяжении всего отпуска. Карта Италии на русском языке с городами и курортами Конечно, развитая туристическая страна имеет богатую транспортную инфраструктуру, и большинство регионов для отдыха страны обладают высокой степенью доступности. Основные виды транспорта, развитые в стране, в каждом более-менее крупном городе Турции, а именно, в Анталье, Стамбуле, Анкаре, Измире и т.д. есть международный аэропорт, откуда осуществляются также и внутренние рейсы, продолжительность которых колеблется от 35 минут до полутора часов. Наиболее развитая авиакомпания – это «Турецкие авиалинии», официальный портал. Средняя стоимость авиаперелета внутри страны начинается от 75 долларов США на человека. Практически все значимые населенные пункты страны имеют железнодорожное сообщение, однако прибрежную Анталью данный вид транспорта не затрагивает из-за особой географии местности, и перемещаться на данном виде транспорта очень удобно при поездках из Стамбула в Анкару или Измир. Скальные породы и большое количество сухих строительных материалов прямо под ногами позволили построить качественную сеть автомобильных дорог по всей Турции, проходящих вдоль всех достопримечательностей страны. В государстве очень развит личный автотранспорт и автобусное сообщение, что дает возможность арендовать автомобили путешествовать по всей стране, либо воспользоваться услугами многочисленных компаний, выполняющих автоперевозки пассажиров. Важно, пред тем, как сесть за руль, турист должен помнить, что многие автодороги страны проходят через горный серпантин, и движение по ним может быть весьма опасным, особенно во время дождей. Так, водитель должен обладать большим мастерством и опытом управления ТС. Очень многие путешественники и их спутницы едут в Турцию не только за пляжным отдыхом, но и за недорогим и качественным шоппингом. В данном случае, курортные пляжные города мало подойдут под эти функции. Смым лучшим географическим расположением здесь является Стамбул с его грандиозными торговыми центрами и рынками. Форум, Стамбул, площадь 176 тысяч квадратных метров, официальный портал. Сивайр, Стамбул, площадь свыше 200 тысяч квадратных метров, сайт. Малаль, Стамбул, площадь 145 тысяч квадратных метров, сайт. Анкамал, Анкара, 120 тысяч квадратных метров, сайт. Кроме этого, практически в каждом городе есть огромные вещевые и продуктовые рынки, лотки которых буквально ломятся от изобилия товаров, и самый известный из них, это «Гранд Базар» в Стамбуле, недалеко от Босфорского моста со стороны азиатской части города. Что касается ресторанов и баров, в Турции их вообще сложно пересчитать, так как культ застолья у этого народа в крови. Наиболее известные злачные места, которые обязательно рекомендованы к посещению, приведены ниже, Мес Грила Кокбаси, Алания, сайт. Руф Мес 360, Стамбул, сайт. Карен Броссери, Марморис, сайт. Марабелла Кафе Ресторан, Стамбул, сайт. Кубич Клаб, Сиде, сайт. Важно, перечисленные рестораны являются лучшими общепитами каждого города, где они расположены. Традиционно, рестораны Турции предлагают мясную и средиземноморскую кухню, выполненную на гриле, а также восточные сладости. Многие уважающие себя рестораны имеют собственное производство колбасных изделий, паштетов, соусов и выпечки. Турция, которая издавна славится своим гостеприимством, имеет в каждом городе огромное количество отелей любого уровня обслуживания и большого разброса по ценовой политике, а масштабы некоторых из них просто поражают своим размахом. Наиболее популярные отели страны, это гостиницы мировых сетевых компаний с известными названиями, такие как Ritz, Suisotel, Rixos, Novotel, Ibis, Hayat и другие, где любой путешественник почувствует себя как дома, а заботливый персонал с удовольствием удовлетворит любые пожелания гостя. Практически в любой гостинице доступно бронирование интересующего номера онлайн. В заключении стоит сказать, что Турция – та страна, посещение которой обязательно для каждого туриста. Причем две недели отпуска в году категорически не хватает, чтобы сполна насладиться отдыхом и посмотреть все культурные места. Это означает, что запланировать исследования Турции хотя бы на протяжении трех поездок просто обязательно, и ни один путешественник не почувствует себя скучно, лубуясь красавица.